В эфире студия репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Поговорим сегодня о внешнем независимом тестировании 2018. Абитуренты и выпускники смогут зарегистрироваться на ВНО 2018 с 6 февраля по 19 марта. Внести изменения можно будет до 2 апреля, а уже 30 апреля участникам придут специальные приглашения, в которых будет указано место и время проведения тестирования. Новое ВНО по новым правилам. В следующем году из тестирования уберут русский язык, а для иностранных ведут два уровня сложности. Обо всем об этом и о других изменениях и новшествах мы поговорим с Анатолием Анисимовым, директором Центра оценивания качества образования. Анатолий, здравствуйте. Давайте начнем с языков. Русский у нас уходит из тестирования. У иностранных, у английского, испанского, немецкого становятся два уровня сложности. Во-первых, почему уходят русские? Во-вторых, как будет выглядеть два уровня сложности для иностранных языков? Русский просто вузы исключили из перечня предметов для поступления, поэтому его исключили из перечня предметов для прохождения в ЗНО. Что касается иностранных языков, там два новшества. Не только уровни сложности, но еще и вводится новая форма, такая как аудирование, то есть восприятие языка на слух. В школах это давно уже практиковалось, тех, кто изучали иностранные языки. Это как одна из форм изучения. Да, это одна из форм изучения, но, скажем, в ЗНО оно впервые будет применяться именно вот в 2018 году. Поэтому эти два основных нюанса надо учесть при подготовке тех, кто собирается сдавать иностранные языки. Это должны специалисты проводить аудирование, чтобы ребенку слышать на слух, голова-то-голова-то-речное? Нет, оно будет все намного проще. Значит, у нас не будет, как в том анекдоте, мне это мощно напел, что все будут фирменные диски, CD-диски, на которых будет записана аутентичная речь носителя языка, и нужно будет прослушать этот диск, а дальше в рабочих тетрадках будут указаны вопросы, и будут даны задания по тому, что человек прослушал. То есть он прослушал, должен показать, насколько он глубоко понял то, что он прослушал. То есть ответить на вопросы, может быть, там какое-то свое мнение высказать, там это уже, я не знаю, какие будут поставлены задания, вот, но вот самое главное, это понять то, что тебе сказали. Будет для всех абсолютно одинаково, то есть оно будет записано на диске, эти диски будут абсолютно одинаковы, поэтому все, в общем-то, будут в равных условиях, ничего не будет зависеть от человеческого фактора или фактора преподавателя. Это есть тот самый второй уровень сложности, да? Не-не-не, это будет на всех уровнях сложности, и на первом, и на втором аудирование будет в обязательном порядке. Единственное только, что первый уровень сложности, он касается только тех ребят, которые заканчивали обычные общеобразовательные школы, то есть учились по базовой программе, как говорят, академический уровень. А второй уровень, B2, будет для тех, кто заканчивал специализированные школы, гимназии, там, где было углубленное или профильное изучение иностранных языков, поэтому, собственно говоря, эти уровни имеют большое значение именно для государственной итоговой аттестации, поскольку для поступления в ВУЗ, в ВУЗы в этом году не будут, ну, в 18-м я имею в виду, не будут требовать уровень B1 или B2. Там будет просто в правилах приема около специальности стоять, например, иноземная мова. Вот, и там какая там, английский, французский, немецкий, это уже второй вопрос. Вот, но самое главное, что не будет стоять уровня. То есть, какой бы сертификат ребенок не принес уровня B1 или уровня B2, будет просто оцениваться количество баллов, указанных в этом сертификате. Так, в этом разобрались, в принципе, да. Второй вопрос. Министерство образования утвердило список предметов, первые фиксированных, которые нужно сдавать для поступления на ту или иную специальность. Как это будет происходить? Ну, происходить очень просто. Дело в том, что все это уже указано в условиях приема. Они утверждены Министерством образования приказом. Уже можно ознакомиться с ними на сайте Министерства образования. И сейчас, до 15 декабря, каждый ВУЗ должен на основании условий приема создать свои правила приема, где, ну, они не должны, в всяком случае, противоречить условиям. А там они могут какие-то добавлять от себя новшества, ну, имеется в виду какие-то дополнительные требования. Вот, поэтому, прежде чем идти регистрироваться на внешние оценки, нужно очень внимательно изучить правила приема ТОИ ВУЗа, куда вы хотите подавать документы. Ну, украинский язык и история, это в любом случае нужно сдавать, да? Да, ну, почему? История не в любом случае. Украинский язык и литература, это в любом случае. А второй предмет на выбор, да, насколько я знаю? Это для государственной итоговой аттестации. Для государственной итоговой аттестации три предмета. Украинский язык и украинский язык, значит, математика или история Украины. И третий предмет из 11 тех, что представлено для прохождения внешнего независимого оценивания. Для поступления в ВУЗ те предметы, которые нужны для поступления. То есть, там набор может быть самый разнообразный, но не более четырех предметов можно выбрать. То есть, три предмета нужно для поступления. Ну, четвертый можно взять про запас, если там поступаешь на две-три специальности, где требуется еще какой-то, скажем, предмет дополнительный. Как вы думаете, вот фиксированный список предметов, это хорошо, то, что вот сейчас внедрили? Это хорошо, потому что то, что та ваханалия, которая происходила в прошлые годы, когда ВУЗы на одну и ту же специальность ставили все, что угодно. То есть, могло быть рядом с математикой стоять там иностранный язык, мог стоять география, могла стоять история Украины. Поэтому это уже как-то, то есть, независимо от того, куда ребенок поступает, в Киеве, в Одессе, Харькове, Львове, то есть... Систематизация, да, есть. То есть, на определенную специальность и четко обозначенный перечень предметов. Вы знаете, что в комментариях пишут? Для того, чтобы стать журналистом, нужно будет выбирать математику или иностранный язык. И пишут, я так думаю, сами абитуриенты, а при чем здесь математика к журналистам? Вот что можно сказать? Вы понимаете, математику многие понимают, как проверку уменьшить и считать, и там умножать. На самом деле, математика – это в большей степени проверка логического мышления. Потому что именно математика способствует... Ну, математика – это гимнастика для ума, как говорят. Поэтому во всех тех специальностях, где необходимо, ну, в большей степени проявлять логику, в общем-то, как правило, ставят тоже математику. Так, что учить математику сдавайте и не жалуйтесь. Так, переходим к выпускникам колледжей, училищ, ПТУ. Они тоже теперь будут сдавать ЗНО и будут сдавать для поступления в ВУЗ. Правильно я понимаю? Да, ну, для поступления в ВУЗ они раньше сдавали ЗНО, они регистрировались самостоятельно, самостоятельно подавали документы и проходили ЗНО. Сейчас дело в том, что для того, чтобы уравнять шансы всех выпускников и общеобразовательной школы, и профтеха, и колледжей, и техникумов, значит, государственная итоговая аттестация будет проходить в форме внешнеизвестного оценения. В школах, как она уже давно проходит, еще и в прошлом году мы проводили, а вот в ВУЗах первого-второго уровня и в профтехучилищах в 2018 году впервые, пока только один предмет будет, украинский язык, все остальные предметы будут сдавать у себя в колледжи или профтехучилища. Но украинский язык обязательно те, кто хотят получить аттестат, будут сдавать именно в форме внешнеизвестного оценивания. Поэтому сейчас те, кто учится в профтехучилище и в 2018 году должны получить аттестат или в колледжах, или в техникумах, значит, они в обязательном порядке должны обратить внимание на подготовку именно по украинскому языку, потому что от этого будет зависеть их оценка в аттестате. Еще один есть маленький нюанс, он касается техникумов, колледжей, значит, там в положении про государственную аттестацию для этой категории, указывается еще, что если ребенок наберет очень мало баллов, а это 1, 2, 3, то его могут отчислить из колледжа или из техникума. Поэтому еще раз призываю наших ребят очень внимательно ознакомиться с программой по украинскому языку и уже сейчас начинать готовиться, потому что в разных колледжах, в разных техникумах, по-разному заканчивается, скажем, курс общеобразовательных предметов, чтобы не получилось, что пришел на ЗНО, а все не забыл. И в итоге тебя отчислили? Ну, будем надеяться, что такого не будет. Будем надеяться, что такого не будет. Кстати, давайте о подготовке, раз уж мы заговорили об этом, я хотела оставить на закуску, скажем так, множество предлагается сейчас курсов, интерактивных, онлайн, в интернете. Как не потеряться и не заблудиться в этом множестве? Как подготовиться ребенку? Ну, кроме того, что нужно внимательно слушать учителя на уроках, выполнять задания, вот кроме того, да. Значит, есть очень простой алгоритм. Первое. Значит, нужно для начала зайти на сайт того вуза, куда вы хотите поступать. Внимательно ознакомиться с правилами приема и определиться с теми предметами, которые вам нужны. Пункт второй. Зайти на сайт Украинского центра о цене качества образования. Там есть раздел программы ЗНО. И внимательно ознакомиться с программой, потому что только то, что есть в этих программах, ничего лишнего в заданиях не будет. И еще очень важно ознакомиться не только с программой, но и спецификацией тестов. То есть там указывается для каждого теста, сколько заданий будет, какой формы будут эти задания, сколько времени отводится, и даже путь до того, что сколько баллов можно получить за какое задание. Вот это нужно сделать в первую очередь. А дальше, где вы будете шлифовать свои знания, вы можете пойти на курсы до вузовской подготовки. В принципе, мы очень тесно сотрудничаем со многими вузами. Они берут у нас тетрадки прошлогодние, то есть используют их для подготовки. Есть очень хорошая форма, это для тех ребят, кто живут в области, то есть им тяжело в Одессу выезжать на курсы всевозможные. При поддержке областной государственной администрации на базе Решильевского лицея были открыты курсы дистанционного обучения или дистанционной подготовки. Бесплатные? Да, совершенно бесплатные. То есть нужно зайти на сайт Решильевского лицея, дистанционно освита, и там будут регулярно проходить занятия для тех, кто готовится по разным предметам для внешнего независимого оценивания. Кстати, раз уж вы заговорили о ребятах из области, коэффициент или останутся? Я помню, что в предыдущем ЗНО был коэффициент специальный в обязательном порядке для жителей Силак, как сейчас будет. Значит, будет 4 коэффициента. Первый коэффициент региональный. Ну, для Одессы этот коэффициент огромной роли играть не будет, потому что там всего лишь 1,01. То есть практически его нет. Практически его нет. Для тех, кто в районе или в селе живет, есть еще один коэффициент сельский. Вот там уже немножечко существеннее этот коэффициент. А какой он? Я не помню сейчас так на слух. Это надо посмотреть просто правила приема, там все это четко указывается. И есть так называемый гаузовый коэффициент отраслевой. Значит, если ребенок вступает на медицинскую или на специально связанную с педагогикой и подписывает договор о том, что он обязуется в селе отработать 3 года, то в этом случае тоже вступает еще этот коэффициент. То есть в общей сложности можно где-то на этих коэффициентах получить где-то в пределах до 10 дополнительных баллов. Реально они помогают? Они реально помогают только в том случае, если стоит вопрос, проходишь ты на бюджетное место или не проходишь. То есть когда речь идет, там не хватает 2-3 балла, то они, конечно, реально помогают. А если и так очень мало баллов, то, конечно, тут вроде чем-то оно поможет. Еще один момент. Изменение. Изменилось количество заявок, которые может абитурент подать в тот или иной ВУЗ. Какое оно стало сейчас? Ну, немножко меньше стало. Значит, можно подать 7 заявок на 4 специальности. Это сделано для того, чтобы не разбрасывались только в диапазоне, как, допустим, ветеринария, искусствоведение, музыкальное искусство. И такой момент. МОН уже повысила порог поступления на медицинские специальности. То есть абитурентам нужно набрать минимум 150 баллов по каждой специальности. Эксперты, специалисты предлагают, чтобы не мешало бы поднять проходные баллы на другие специальности. Например, те же педагогические институты, чтобы взращивать новую генерацию педагогов хороших. Что скажете по этому поводу? Ну, конечно, это было бы очень полезно, потому что нам нужны действительно не только грамотные врачи, но и хорошие учителя. Но, к сожалению, сейчас экономическая ситуация такая, что просто очень мало ребят, которые выбирают свой жизненный путь, связанный с педагогикой. В основном это либо энтузиасты, либо те, кому, собственно говоря, некуда больше деваться. Поэтому как только повысится престиж учителей, как только учительская профессия станет приносить более-менее нормальный доход, за который можно жить. Я уверен, что можно будет и вырастут сразу же и конкурсы в вузы, и можно будет тогда вводить какие-то дополнительные отборы. Сейчас бы я ввел на данном этапе единственное, что какое-то собеседование на профпригодность, потому что все-таки допускать в школу, у кого попало, нельзя. Знаете, как у нас сейчас происходит ситуация? Не поступил на медицинский, не поступил в политех, пойду-ка я буду учителем, пойду в педагогический. Ну, так, к сожалению, так оно и есть. Но эту ситуацию, я думаю, что потихонечку все-таки надо будет как-то исправлять. Если говорить и делать итог тех изменений, о которых мы с вами беседовали, они скорее точечные, да, я так понимаю? То есть ничего глобального не изменилось? Не-не-не. Технология проведения медицинской оценки точно такая же. Значит, никаких процедурных изменений в порядке проведения тоже нет. Единственное, что вот эти два основных нововведения, а еще одно нововведение, что срок действия сертификата больше. То есть у нас уже три года это четко определен срок действия сертификата. В 2018 году будут действовать сертификаты, полученные в 2016, 2017 и 2018 году, за исключением иностранных языков. Иностранные языки только в 2018 год. А уже дальше тоже три года. То есть те, кто сдавал в 2018, могут воспользоваться этим сертификатом аж до 2020 года включительно. То, что нет глобальных изменений, Анатолий, как по вашему мнению? Это значит, что система, в принципе, слажена и хорошо работает? Или просто не хочется ничего менять? Вот некому ничего менять? Нет, дело в том, что, ну, конечно, во-первых, если постоянно все менять, то не нужны изменения ради изменений. Изменения делаются только в том случае, если возникла такая необходимость. Поэтому, конечно, они будут. Но я надеюсь, что будут уже не в таком глобальном порядке, потому что, в принципе, уже сама система устоявшаяся, и более-менее, в общем-то, она получила позитивный отзыв в обществе. Я думаю, что кардинальных изменений не будет. А вот новшества, конечно, будут всегда. Что ж, спасибо, Анатолий. Напомню, что в гостях у нас был Анатолий Анисимов, директор Центра оценивания качества образования. Еще я также напомню, данные не пригодятся бетурентам. Заявки на ВНО 2018 можно подавать 6 февраля по 19 марта. Неверно внесенные данные можно исправить до 2 апреля. А уже 30 апреля вам придет приглашение на ВНО. Что ж, удачи вам в сдаче экзаменов, тестов. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.